здравствуйте в этом выпуске новостей от приан любопытная статистика из европы оценка бытовых расходов на северном кипре и ответ на вопрос как получают сейчас греческую золотую визу начнем с северного кипра факты интересные тем кто собирается там отдыхать или жить расходы на проживание в стране выросли на 65 процентов за год концу июня по сравнению с прошлым декабрем на 33 процента правда речь идет о росте в лирах которая и сама с начала года до июня подешевела примерно на четверть то есть вроде как динамика в долларах в евро не столь серьезно проблема в том что именно сейчас после президентских выборов с июня турецкая валюта имеющая хождение на этой территории девальвируется активнее чем в начале года только за июнь цены в лирах выросли на 11 процентов правда продукты питания основная категория расходов почти не подорожали зато увеличились расходы на рестораны на развлечения а более всего на образовательные программы трудно не связать этот факт с началом курортного сезона во первых и массовой миграции на остров во вторых что касается продуктов тут говорю о своих ощущениях разница в ценах с государством кипра где-то в полтора где-то в два раза где-то даже больше пожалуй особенно заметна разница это на фруктах и овощах вот кадры сделанные мною в середине июня на рынке в кирении цены видны не очень хорошо поэтому мы для удобства внесли их в табличку можете сравнить и сделать собственные выводы опубликован очередной отчет евростата это ведомство не самое оперативное и большая часть данных относятся к первому кварталу 2023 года да если уж совсем честно ничего действительно сенсационного в этом отчете нет и в предыдущих выпусках нашей программы мы уже описывали основные тренды на рынках европы отчет их собственно подтверждает и на некоторых полезных фактах я все равно хотел бы остановиться начиная с четвертого квартала 2022 года недвижимость в европе дешевеет но правда если называть уж вещи совсем своими именами она скорее не меняется в цене средний показатель по двадцати семи странам это минус два с половиной процента самая напряженная ситуация на севере европы и в германии наилучшая на юге континента в первую очередь это связано с процентными ставками которые падали и стимулировали спрос на протяжении 11 лет а с лета прошлого года резко пошли вверх под 46 процентов брать ипотеку готовы далеко не все европейцы впрочем падение как я уже сказал она символическая и началось она после многолетнего роста цены на жилье в странах ес выросли за последние 13 лет на 45 процентов наибольший подъем с предыдущего кризиса отмечается в странах балтии например в эстонии цены выросли в три раза в латвии и литве чуть меньше но тоже прилично в последние годы об охлаждении рынков в евросоюзе говорили как о неизбежном разговоры усилились в двадцать первом и в начале двадцать второго года в это время цены в регионе выросли максимально более чем на десять процентов правда вот этот показатель не учитывает инфляцию но и с ее учетом недвижимость дорожала больше чем на пять процентов а по внутренним методикам евростата этот показатель считается почти критическим он с большой вероятностью приводит к риску появления ценовых пузырей и еще один факт последние десятилетия жилье в ес дорожало быстрее аренды но в последние девять месяцев ставки продолжили свой рост а цены как я уже сказал нет правда и тут разница составляет считанные проценты и поэтому говорить скажем о росте доходности от аренды в старом свете конечно не приходится главное преимущество региона это по-прежнему стабильность тем более что существенного снижения цен в ближайшей перспективе скажем 15 20 процентов большинство экспертов не ждут цифры все-таки в процентах будут однозначными но как я уже отметил ранее жилье последние 13 лет в европе все-таки дорожает за исключением трех стран кипр италия и греция причем эллада 10 лет приходившая в себя после экономического кризиса 2008 2009 годов показывает самое заметное снижение цен теперь зато греческий рынок чувствует себя неплохо как и другие южные страны в значительной степени благодаря активности иностранцев согласно отчету банка греции за первые три месяца 2023 года страну поступило полмиллиарда евро иностранных инвестиций за весь прошлый год сумма составила 2 миллиарда и это был исторический максимум не исключено что и сейчас этот результат будет превышен поскольку увеличились вложения граждан третьих стран в первую очередь тех кто хочет успеть приобрести недвижимость для получения вида на жительство ведь буквально через две недели финансовые правила в греции будут несколько иными с первого августа 2023 года условия входа в программу золотая виза через инвестиции недвижимость меняются от 250 до 500 тысяч для региона афин южное центральное направление салмоники центральное направление а также еще 36 греческих периферий так что же нужно сделать если вы хотите купить именно в этих районах недвижимость и успеть старые соблюсти условия вам необходимо а выбрать недвижимость и вам необходимо оплатить депозит именно оплаченный депозит дает вам гарантию того что вы получаете золотую визу именно в этих районах по старым условиям но программа остается прежней и стоимость входа остается прежней 250 тысяч например на некоторых островах мы находимся на корфу на корфу программа золотая виза 250 тысяч и вы можете приобрести несколько объектов за первые четыре месяца иностранцы подали более трех тысяч заявок на выдачу инвестиционного внж это в два с половиной раза больше чем в 2022 году но какое это имеет отношение к россиянам ведь например для граждан россии греческая программа закрыта с прошлого года тем не менее возможности остаются и более того ими активно пользуются оформление происходит по паспорту любой другой страны например если у основного заявителя есть паспорт казахстана армении грузии или например паспорт вануату дают такую возможность или другие страны и государства следовательно основной заявитель по этому паспорту оформляет внж а все остальные члены семьи по российских паспортах также получают на прианру мы это тоже фиксируем схема получения греческого внж через получение паспорта другой страны становится все более популярной конечно массовой она хотя бы по финансовым причинам быть и не может но все равно это тоже путь европу по крайней мере на настоящий момент в описании к этому сюжету предложение в греции под внж на приан и контакты компаний помогающих в переезде в эту страну на всем прощаюсь на неделю ставьте лайки подписывайтесь на канал задавайте свои вопросы почта тоже в описании всем мира и безопасности